Стритбол 33 и, конечно, волейбол. Спортивная площадка на Крылово 6 пользуется спросом. Молодые люди надырявы резиновое покрытие не жалуются, говорят, главная беда – это кольца. Они и установлены высоко, и ломаются часто. В пятом микрорайоне живут спортивные люди. Не пустует и стадион 14-й гимназии. Хотя к качеству проведенных здесь работ вопросы есть. Тут и там на дорожках провалы. Их по гарантии должны ликвидировать. Еще меньше проверяющие ожидали увидеть борщевик в черте города. Мячик перевалится между забором и склоном. Там как раз борщевик. Завтра не будет занятий. Завтра придут и уберутся. Уже команду такую дали дорожнику. По программе губернатора региона этот стадион такой же открытый, как и все остальные в округе. Но практика показала – поиграть здесь вечером, например, в футбол, можно не всегда. Есть ли такая установка вторник-четверг или когда-то платные секции вечером, чтобы директор подтвердил? Есть такая договоренность? Да, да, конечно. Глава округа дал поручение с этим вопросом разобраться. Коммерческая деятельность образовательного учреждения не должна быть препятствием на пути к спорту. Если занятия можно перенести на более раннее время, это нужно сделать. Уносили на тротуар на тротуаре. Поток пешеходов больше, чем по асфальтированному тротуару. По этой народной тропе дорога в школу короче. Правда, заканчивается она ограждением. Через него приходится перелезать. Осложняет ситуацию то, что земля находится в частной собственности. Испелите забор, пожалуйста. Вот хотя бы ровный проход, чтобы был временно, пока договариваетесь. Сделаешь, да? Чтобы не прыгать никому. Территорию оцифруют, чтобы народную тропу все же заасфальтировать. Собственникам тоже все обсудят. Возможно, в рамках благоустройства своей же территории он компенсирует бюджетные расходы. Минус сразу две полосы. С одной стороны, ремонт дороги на улице Говорова жителей обрадовал. С другой – встревожил. Не придется ли теперь стоять здесь в вечных пробках? У нас затрудняют движения. Основные начинаются за счет того, что перегружены у нас на спортивные улицы. И вот машины начинают уже здесь скапливаться. А тут движение, как оно было, потихонечку, но все едут, пробки нет. Как они ехали, так они едут. Таких сужений на улице Говорова будет несколько. Они необходимы для обеспечения безопасности пешеходов. Альтернативы им – светофоры. Но если их установят, вероятность образования заторов, по словам дорожников, вырастет в разы. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».